Здравствуйте, уважаемые зрители! Эпидемия вируса не прекращается и наносит очередные удары по миру шоу-бизнеса. Сразу двух известных актеров подкосил вирус. Стало известно о госпитализации 72-летнего Валерия Леонтьева в одной из столичных клиник с коронавирусной инфекцией. Несколько дней назад музыкант жаловался на кашель, слабость и высокую температуру. Он не спешил обращаться за медицинской помощью. Он принимал таблетки самостоятельно. А когда состояние кумира 80-х не улучшилось, он решил сдать PCR-тест, который и показал положительный результат. Врачи оценивают состояние 72-летнего артиста как средне-тяжелое, а вот у второго известного музыканта дела обстоят гораздо хуже. Госпитализация Александра Серова стала известна в минувшую пятницу. У музыканта диагностировали 75% поражения легких из-за коронавируса. При этом родственники отказывались давать комментарии по поводу его состояния. Серов проходил лечение в больнице, расположенной около дома. Когда же состояние звезды стало ухудшаться, его перенаправили в другой госпиталь. Там музыканта сразу поместили в отделение реанимации. Сейчас за его жизнь борются лучшие специалисты. В понедельник на связь с поклонниками вышел близкий друг Серова Игорь Крутой. Он попросил подписчиков поддержать певца молитвой и поставить свечку за скорейшее выздоровление Саши Серова. Не стоит забывать, что Валерий Гаркалин, Лариса Гузеева также находятся в больнице в тяжелом состоянии. А те, кто перенес болезнь, до сих пор страдают от ее последствий. Одними из таких являются Александра Пахмутова и Федор Добронравов. Не так давно стало известно, что в программу ДНК, которая выходит на НТВ, пришла девушка, которая уверяет, что является дочерью мужа Александры Пахмутовой. Насколько это правда, покажет тест ДНК. Но многие поклонники уверены, что это может стать болезненным ударом для Александра. Пожелаем знаменитостям скорейшего выздоровления и возвращения на сцену. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.